Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребята, всем привет! Это подкаст «Три пункта». Это уже 23 выпуск, Гош. Представляешь, 23-й? 23-й. Да, я подумал, что мы в прошлый раз с тобой обсуждали, когда закончится первый сезон подкаста «Три пунктов». Ребят, пока не... подкаста «Три пункта». Да, пока не заканчивается. Класс, класс. Да, мы сказали вместе. С вами, как всегда, здесь Саша Гавриков и... Гоша Голышев. Здесь тоже. Мы на связи. Напоминаю для новых слушателей, что подкаст «Три пункта» в формате таком. Слушатели задают вопрос. Мы с Гошей. Гоша – психолог, я немножко сценарист, юморист. Разбираем эти вопросы на три пункта и отвечаем весело через призму психологии и юмора. Все вопросы у нас задаются анонимно. Мы никогда не озвучиваем, соответственно, слушателей, которые наши вопросы задают. Поэтому вы можете задать вопросы в обсуждениях ВКонтакте, вернее, в сообщениях в группе ВКонтакте или Гоши в Инстаграм, ему в Директ. Он иногда выставляет такие смешные сторис, где вы можете также вопрос задать. Ну что, Гош, готов? Я, да. Три вопроса сегодня. Три вопроса, да, разные на самом деле темы, поэтому погнали. Итак, первый вопрос. Что делать с гиперответственностью и чувством вины, вытекающим из гиперответственности? Вот такой вопрос. Гипер, 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 гипертония. Захотелось сходить сразу в гипермаркет, Гош, да? Да. Ну, надеть перчатки там. Да. Ну что же, первый пункт, он про то, что вообще давайте разберемся, что такое ответственность и гиперответственность. Это с того, что я, собственно говоря, начал, когда думал про этот вопрос. Вообще ответственность, много есть определений, но я вот для себя сформулировал, что это такая способность к самоанализу своих действий, способность прогнозировать результаты своих действий и, соответственно, встречаться с последствиями этих своих действий. То есть такие человеческие ставки на спорт, я правильно понимаю? Можно сказать, да. А гиперответственность как раз вот, да, то есть гипер — это много. Гиперответственность — это когда я присваиваю себе такую обязанность отвечать за то, что я, что находится за пределами моих возможностей. То есть я это не могу проконтролировать на самом деле, но считаю, что я обязан отвечать за вот это. Или в какой-то момент посчитал, что я могу это сделать, да, на самом деле. Да, да, да. И мне кажется, что главная причина гиперответственности — это непонимание своих границ. Ну вот, например, в гештальтерапии, в том направлении, в котором я работаю, есть такое понятие, как механизм прерывания контакта, то есть, ну так, грубо говоря, взаимодействия. И вот одно из прерываний называется слияние. То есть, когда я не вижу... Например, когда я не чувствую разницу между своими желаниями и твоими, когда я не очень понимаю, где мои чувства, где твои, когда я не очень понимаю, где мои границы, где твои. И в этом случае, конечно, мне очень легко стать гиперответственным, потому что я начинаю делать что-то за тебя, ну и в то же время ожидаю, что ты будешь делать что-то за меня, хотя не очень понятно, где я, где ты вообще. Допустим, есть второй механизм прерывания — это интроекция, то есть, когда у меня есть некоторые установки, которые на самом деле не мои, а я где-то их взял у папы, мамы, у Кашпировского в телевизоре, у Кашпировского в телевизоре, у кого угодно. И действительно, я вот... Это такие люди, знаешь, которые говорят, надо, нужно, обязательно, это сто процентов... Необходимо, да. Да-да-да. Вот, и как раз в этом случае тоже. То есть необходимость из ничего, по факту, да? Да, и в плане гиперответственности это как раз мне надо, чтобы наша команда стала чемпионом. И вот я пытаюсь сделать не только свою часть работы... Мне кажется, запрос такой в... Господи, в организациях существует иногда, да, в такие, которые, ну, я имею в виду бизнес, у них. Нам нужно, чтобы наша команда сплотилась, да, в тимбилдинге в каком-нибудь, да, или чтобы они прям супер работали. Да, и вот когда одно дело сплотилось, а другое дело, когда я начинаю делать что-то за других, потому что я не только свою ответственность в команде. Понятно, что там мы все друг другу как-то помогаем, но в этом случае я вообще начинаю поглощать зону ответственности других людей, вот, и делать, делать, делать. Или, например, механизм такой, ну, это известный многим, проекция. То есть когда мне почему-то кажется, я проецирую на других их неспособность, допустим, сделать то дело, которое они делают, и начинаю делать это вместо них. Хотя меня, в принципе, никто не спросил, я сам так решил, что почему-то вот они не способны. Ну, или вот последний, там, ретрофлексия, да, то есть такое сдерживание. Это когда я, ну, условно говоря, делаю с собой то, что хотел бы сделать с другими, вот. Ну, или наоборот, есть такой, там, механизм профлексик, когда я делаю для других. Это как пример, наверное, может быть, про родителей. Родители, допустим, да, у них родился ребенок, там кто-то, мама или папа хотели стать чемпионом, да, по фигурному катанию, и они ребенка отдали по фигурному катанию, потому что хотят, да, свое желание немножко на него или... Да, это профлексик как-то называется. Ну, в общем, не суть. То есть мы вот часто не различаем свои границы. Вот я привел какие-то некоторые механизмы, как пример, и начинаем брать ответственность других себе. Окей, это вот про гиперответственность. Да, ну и, соответственно, почему мы это делаем, вот тут вопрос, что делать с гиперответственностью, да. Сначала нужно разобраться, почему. Часто это страх. Ой, не получится, мне нужно срочно всех подстраховать, мне нужно срочно сделать все, чтобы все было, только я могу сделать хорошо, и поэтому я боюсь... А не возникает ли это от недоверия людям? Да, ну, безусловно, конечно. Но и недоверие людям, и недоверие себе тоже. Вот, вина, естественно, что если этого не случится, то именно я виноват. Именно я буду отнести ответственность за все. Ну, какая-то тревога вот эта вот такой прыжок в будущее, что скоро произойдет этот апокалипсис, и мне нужно срочно все разрулить. Я супермен, сейчас спасу весь город. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, да. Поэтому такой первый пункт. Класс, 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 класс. Поехали так и второму, Гошан, поехали. Да, а второе, я подумал, что, ну, автор так вот прям, что делать с гиперответственностью, как будто он ее хочет убрать. Как будто это что-то плохое, да? Да, да, да. Вот. То есть иногда же, мне кажется, это полезно. Ну, иногда. Вот, я как раз про то, что мне кажется, что, в принципе, ответственность — это хорошее профессиональное качество. Ну, и в каком-то смысле некоторая гиперответственность в какие-то моменты, да, когда я, допустим, смотрю, а не нужно ли кого-то подстраховать. Тоже может быть хорошим профессиональным качеством, таким скиллом, поэтому, может быть, не нужно спешить от нее избавляться. Скорее важно обнаружить ее. И научиться контролировать. Да, да, да. Да, это, с одной стороны, с другой стороны, понять второй полюс. Ну, то есть, вот я, допустим, я гиперответственен, а с другой стороны, я, ну, что, наплевательски отношусь к всему, что происходит не со мной. Вот это второй полюс. Это значит, что автор вопроса, ну, он как-то очень хорошо освоил этот полюс, крайний, крайний полюс гиперответственности. А вот расслабиться и сказать, а, по барабану, пусть там делают, что хотят, у него совершенно это не развито. Понятно, что любое западание сильное в любой из полюсов — это не очень. Но вот автору, видимо, стоит двигаться в сторону освоения как раз вот этого второго полюса, когда я могу… Расслабить булки, как говорится, да? Да, и перестать контролировать других, а сказать, да, ребят, знаете, я вот делаю свое дело, вы делаете свое, я вот… вот и делайте. I don't care. Именно. I don't care. Вот, так что… Класс. Слушай, а что делать-то вот с этим? Да, это тут что делать — это главный вопрос. Что делать? Я думаю, что вот в третьем пункте, когда будут некоторые рекомендации, думаю, что… Даже еще по вопросам про чувство вины, да, и гипер, поэтому… Да, но я думаю, что там, это, видишь, автор пишет про вину, а вот в первом пункте я говорил, что это может быть… Это у него вина, а у других могут быть другие чувства, там, например, чувство стыда тоже, да, то есть мне так стыдно, если я там что-то не помогу другим, вот, и я из этого чувства действую. Ну, в общем, да, я думаю, что первое, что можно делать, это брать паузу, когда я эмоционально перевозбужден, и в этом моменте я вообще не контролирую. То есть я хватаюсь за все, действую по привычному сценарию, знаешь, там, начинаю на автомате действовать и все там… Порядок в апокалипсисе в таком, да? Да-да-да. Вот, поэтому в этот момент, когда вы чувствуете, что вот это эмоциональное перевозбуждение наступает, после которого вы начинаете делать все подряд вообще, после которого вы все не контролируете, а потом вспоминаете, блин, а зачем я переделал работу за всех? А зачем я… Спустя три бессонных ночи, такое уже в девять утра, да, где-то с синяками под глазами. То есть надо в этот момент не успеть войти, поэтому важно брать иногда паузу. Заметили, сделали паузу, как-то немножко снизился накал эмоций, и дальше вы наверняка сможете подумать. Второй момент, я думаю, что нужно признавать, что другие люди также ответственны за взаимодействие, как и вы. То есть, ну, условно говоря… Игорю Михайловичу можно доверять. Да, ну вот это про то, что вот расхожая фраза, что на отношения влияют двое, да, вот, в равных отношениях мы каждый вкладываемся. Ну, такие банальные фразы, но вот здесь, мне кажется, тоже, здесь про то, что я признаю, что есть моя взаимодействие, но есть точно такая же и другого, это про уважение, не только доверие. И он ее спокойно может выполнить, да. Да, это вот и про уважение, и про признание другого человека. Ну вот еще одна рекомендация, как раз продолжающая, признать, что и вы не лучше других, и другие не лучше вас. То есть, это про какую-то адекватность самооценки в моменте. Каждый в чем-то субъективен, да, да, правильно. Поэтому пока, ну, это, знаешь, мне кажется, может быть, у некоторых неосознаваемо, ну, и я про себя тоже так думаю, что иногда мне сложно признаться, что я думаю, что я, конечно же, круче. И мне, конечно же, нужно самому все это сделать. И вот в этот момент очень важно признаться себе, вот реально поверить, то, что есть кто-то, кто вот со своей ответственностью справится тоже отлично, так же, как и я бы справился. А в голове, Гоша, у тебя I'm sexy and I'm dun-dun-dun-dun. В голове у меня, ну, этим людям нельзя, их нельзя оставлять наедине, они убьются без меня. Ну, а последняя рекомендация просто, вот, думаю, что важно понять свои мотивы. На хрена вам это надо? Потому что по-любому есть какие-то вторичные выгоды. Вот вас хвалят больше, вы самой заметной становитесь, может быть… Даже и прибавка зарплаты какая-то, может быть, да, финансовая мотивация. Да, может быть, вы в какой-то момент так себя успокаиваете, что я точно всех проверил, всех проконтролировал, вот эту гиперответственность проявил, ну и так далее, да. То есть есть какие-то бонусы по-любому, от которых, может быть, сложно оказаться. И поискать плюсики такие маленькие, да? Да, и понять, что, ну, на самом деле, они, конечно, плюсики-плюсиками, но, вот, судя по всему, они вызывают дискомфорт и чувство вины потом. Вот, думаю, так. Класс, класс. Гош, ну, у нас и следующий вопрос про подкасты, да, наконец-то. Ого! Сейчас будем говорить о наших коллегах и… И о нас, я думаю. И о нас, да. Итак, вопрос большой достаточно, поэтому сейчас буду зачитывать. Феномен подкастов обо всём на свете. Кто эти люди? Зачем мне их слушать? Почему непрофессионализм так популярен? И вот дальше слушатель продолжает. И да, я имею в виду вовсе не те подкасты, как, например, ваш, где по теме психологии говорит человек, который является квалифицированным действующим специалистом в данной области, или научные подкасты, где ведущими являются люди соответствующей среды, то есть учёные, профессора, исследователи, обладающие знаниями не с кухни, да, скажем так. Так, приглашающие к себе в гости также ребят не с улицы, а речь о тех, где специалистами, то есть о тех подкастах, где специалистами выступают незнакомые никому ребята, которые решили однажды, что было бы круто записать подкаст. И там список из ста выпусков с заголовками, что есть на завтрак, почему хорошо это и не хорошо то и так далее. Рейтинг популярности таких ребят говорит о том, что их слушают, причём слушают много. И дальше слушатель продолжает, но ведь это обычные люди, никакие часто, не журналисты и не профи всех возможных областей. Отсюда возникает и анонсированный мной вопрос, почему подкасты обо всём на свете, да, так популярен, почему не профи, они не так популярен. Так, Саша, ну для начала нам нужно поблагодарить слушателя. Да, спасибо, что... Кажется, она наш подкаст похвалила. Да, да, это приятно. Это первое. Второе. Что тут ещё про вопрос можно сказать? Ну, мне кажется, точно, ну, люди, может быть, я, может быть, сейчас, знаешь, для слушателя, они могут не говорить как профессионалы, они могут делиться своим опытом в подкасте, то есть как это происходит у них. Да, ну, видишь, то есть автор вопроса написала, что в кавычках слово «специалисты», типа они выдают себя за специалистов. То есть, видимо, её душевный крик вот про это. Поэтому, наверное, да, есть, наверняка есть подкасты, где люди говорят, что, типа, да я всё знаю. Знаешь, и песня «Где-то на белом свете», там есть всегда подкаст. Трутся спиной, специалисты в кавычках. Много-много раз. Ну да, вот. Да. Ну, в общем, я думаю, что тогда давайте первый пункт, вот про то, что ты, Саша, как раз сказал, мне кажется, он про то, что в подкастах, это вот, наверное, хорошо сформулировал Серёжа Мезенцев в своём подкасте «Серёжа микрофон», он сказал, что в подкасте есть эффект попадания за дверь, где проходит, ну, это моя его перефразировка, где происходит интимный разговор таких же, как я. Да. То есть такой эффект присутствия, да? Да, да, да. И вот мне кажется, что подкасты в этом плане и ценны. Вот. А я, наверное, добавлю, что, правда, нам всем иногда не хватает близости, нам не хватает, может быть, ощущения себя в социуме хотя бы на поле. Не одинокими, да, с такими же, там, проблемами. Ну да, знаешь, это как люди, которые бывают включать телек просто, чтобы что-то играло, вот, потому что хочется ощущения присутствия. А подкасты в этом плане — классный формат, правда. Ну, и мы стадные животные, что уж тут говорить, и нам важно находиться в каком-то коннекте. И вот подкасты часто, которые, может быть, просто о бытовых вещах… О бытовых вещах, да, они такое как раз-таки коннекты создают, да. Да, да, поэтому думаю, что популярность вот в первом пункте вот так объясняется. Второй пункт, я думаю, что важно сказать, что сложное, оно не популярно часто, мне кажется, чаще всего, потому что популярно обычно яркое и простое для понимания, типа делай раз, делай два, делай три, ну, как у нас, да, то есть мы пытаемся, несмотря на то, что мы даем информацию, да, какую-то… Каспра, раз, два, три. Да, несмотря на то, что мы даем какую-то информацию, там, научную или практическую, или какую-то подтвержденную… А иногда, конечно. Хотя, да, хотя часто мы даем чисто свои субъективные мнения, поэтому… Вот, но правда, простое, яркое популярнее, потому что его проще переварить, проще переварить потом. И вот, на самом деле, я сейчас задумался о том, что вот в нашем подкасте мы же тоже сделали такой… Ну, какая могла быть история? Я мог бы, как, не знаю, психотерапевт, завести свою рубрику ответов на вопросы, где я бы сидел и рассказывал с научной точки зрения, как все это, типа, делается. Ну, это было бы скучно, во-первых, а, во-вторых, ну, для меня это было бы неприкольно, потому что, ну, вот эти советики часто, ну, слишком, ну, однобокие. А вот в формате диалога, обсуждения, какого-то юмора, это как раз хорошо заходит. И вот тот же подкаст, там, Каргинова и Коняева, там, Коняев тоже ученый. Да, 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 да. Там Руслан Белый, который, как мы шутим с Сашей, взял идею трех пунктов для своего шоу «Чужие песни». Скажем так, немножко запатентовал наш формат, да? Да, слава богу, у них не три пункта. Вот, он тоже взял себе пару психоаналитика, да, потому что, ну, психотерапевты часто скучные люди, Саш, да? Вот, и, конечно же, нужен кто-то, кто споет про медведей. Гош, не могу сказать этого про тебя. Спасибо, Саш, большое. Ну, в общем, я думаю, что как раз тема в том, что подкаст — это не лекция. Да. Наверное, поэтому... Здесь больше, наверное, про популяризацию простых вещей, да, и про простые вещи... Ну, про сложные вещи простым языком, наверное, поэтому так и популярно. Вот, спасибо, да, еще раз за комплимент нашему слушателю. Это греет сердечко неимоверно. Очень-очень классно, когда вы оставляете отзывы. Вот. В iTunes особенно. Так, что-то мало там оценок, ребят, просто вспомнил. Так, ладно, вот, а третий пункт, он про то, что вот как раз потребность в признании и в самовыражении, она необходима всем. Ее все хотят удовлетворить в какой-то момент. И кто-то делает любительские рок-группы, кто-то там рисует тоже любительские рисунки, там любительски фотографирует, а кто-то пишет подкасты. То есть, ну, правда, это возможность для людей начать что-то, может быть, делать, самовыражаться как-то, получать за счет этого признания, там, может быть, и это важно. Просто это... от этого никуда не деться, так всегда будет. Один из способов просто, да, творческой реализации. Да, да. Но я, конечно, согласен, что, ну, мне не нравится идея, когда выдается что-то... За истину. За истину, да. Не истинное выдается за истину. То есть, мне, конечно, хочется и в нашем подкасте тоже поддерживать тему, чтобы вы размышляли вместе с нами, вы там думали, соглашались, не соглашались, брали там себе что-то в жизнь, что-то не брали. Гош, а давай мы прям, да, вот мы нашим слушателям пообещаем, что мы создадим обсуждение в группе ВКонтакте, где вы можете, кстати говоря, обсудить все то, что мы говорим в подкастах, вы можете обсуждать в этом специальном обсуждении, можете спорить с нами, комментировать и выражать свою точку зрения. Да, такая будет классная обратная связь. Давай. Класс. Сегодня заведем. Да, сегодня заведем. Хорошо. Ну вот как-то так. Класс. Гош, ну и последний вопрос. Опять про актуальную тематику. Все говорят, что жизнь после карантина не будет прежней. А что и как поменяется? Вот такой вот вопрос. Да, вот кстати говоря, вот я думаю, что мне тоже хочется подчеркнуть, что мы с Сашей как раз, когда этот вопрос получили, поразмышляли и поняли, что, конечно же, у нас есть свое субъективное мнение. Но какая будет жизнь после карантина, я не знаю. Мне кажется, не знаю, там есть разные мнения, я тоже слушаю какие-то выступления, там и сферы бизнеса, и сферы медицины, еще чего-то. Но это все равно такое все-таки прогнозирование. И поэтому мы поняли, что нас недостаточно для того, чтобы ответить на этот подкаст, ой, на этот вопрос. И поэтому мы вот как раз постарались связаться с теми людьми, мнения которых нам кажется классным, интересным, достаточно экспертным. Причем люди, да, из разных сфер. Давай я расскажу, да, что это за люди. Один из этих людей, там заведующий одной из больниц, собственно говоря, в городе Москва. Вот, потом есть у нас девушка наша знакомая, маркетолог. Да, которая живет в Амстердаме. Да, она живет в Амстердаме и с такой точки зрения иностранного государства, да, будет делиться своим мнением. Соответственно, у нас есть музыканты группы Линда. И, конечно же, есть у нас еще... Профессор университета. Да, профессор университета и, соответственно, психотерапевт. Да, не я... Не ты, Гоша. Не я. Взяли подкрепление в этом смысле. Наконец-то другой психотерапевт в этом подкасте, да? Ура, да. Ну, погнали, что? Давайте вот... Ну, мы сделали в таком формате, что мы там собрали, да, их какую-то точку зрения и объединили вот ее там в такие большие, наверное, да, три пункта в целом. Да, да, да. Ну, попробуем их пересказать, рассуждать тоже, Саш, да? Да, да. Что, может быть, мы как на это откликаемся. Давай начнем с доктора. Давай, да. Это суперинтересно. Да, да. И что люди начнут внимательно относиться к защите своего здоровья, что у них как-то в этом смысле поменяются взгляды. То есть появится такая ценность жизни, да, больше? Ну, да. Ну, то есть все говорят, главное — здоровье, счастье и здоровье, Саша. Счастье и здоровье, как на свадьбах, да? Счастье и здоровье, счастье и здоровье. Но по большому счету понятно, что вот по его словам, что в России культура, скажем так, наблюдения за своим здоровьем и самозащита, она такая, не самая высокая. И поэтому вот он надеется, что вот если в положительном смысле что изменится, то... Ценность профилактики возрастет, да, в общем говоря. Да, да, именно это. Ну, и, конечно, вот он поделился таким интересным фактом, сказал о том, что, понятное дело, что вакцина будет найдена. И она там уже... Много кто этим занимается, разработкой. Да, я слышал, что у нас Вектор, по-моему, называется наш институт. Да, это только в нашей стране, как бы там по всему миру идет исследование. И, понятное дело, что все это в конечном смысле купируется, да, и... Но так как вирус... Вирусу нужна живая клетка, которая будет его продуцировать. То есть вирус не может существовать отдельно. Он всегда находит живые организмы. То и вирусы как бы борются друг с другом. То есть один вирус... За живую клетку такую. Да, да, это такая эволюционная... Это такое мини-ММА. Эволюционная ММА, да, вирусы. Два вируса борются в клетке, да. Да, и он говорит, что раньше у нас была очень высокая статистика по гриппу, типа 7-8 миллионов в стране. А сейчас последняя статистика была 200 тысяч. То есть вот после вакцинирования по поводу гриппа это все резко снизилось. И пришел, соответственно, новый вирус. Он говорит, этот вирус уйдет, но когда-то, понятно, ребята, опять в этой эволюции вирусов придет что-то еще. Ну и вкратце врач добавляет, что надеюсь, что люди поймут, что важны не футболисты и певички, которые крутят жопой, а учителя и врачи. Это такая ремарка. Ремарка, да. Ремарка от доктора. Ну, на самом деле, мне кажется, огромная доля правды в этом есть. Да, хотя понятно, что каждая профессия важна, каждая профессия нужна, но в каком-то смысле понятно, про что он говорит, про профессии, которые сильно влияют на выживание, скажем так. Да, да, это правда. Так, ну и теперь наш маркетолог, да, девушка из Амстердама. Голи в Амстердам. Короче. Что мы засмеялись сразу, Гоша. Да, 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 Женя Тугбаева, да, можем озвучить имя-фамилию. Она просто написала, типа, ребята, успокойтесь. Как, давай дословно, да, calm the fuck down, она написала. Вот, да, ну и в общем, что она сказала с точки зрения маркетинга, что на ее взгляд могут поменяться условия, но, ну, типа, например, в общественном транспорте сейчас нужно будет заходить в маски, но не поменяются правила. То есть из-за маски по-прежнему нужно будет платить за проезд. Не из-за маски, а несмотря на то, что у тебя есть маска, все равно нужно будет платить за проезд. Или там останутся теми же принципы. То есть в маске, в общественном транспорте я все равно не смогу там хамить, тут Женя написала, писать на стены и так далее. Она писать, имела в виду. Нет, писать, смотри, даривай. Вот, так вот. Главный вывод... Попытался так сгладить углы немножко. Главный вывод Жени про то, что, правда, драматизировать кризис — это очень выгодное с коммерческой точки зрения занятие. То есть запросы в Гугле про коронавирус в топе, и, в общем, всегда найдутся те, кто за счет этого получит определенную выгоду. Поэтому в этом смысле, наверное, Женя намекает на... нам повнимательнее относиться к всякой рекламе, к возбуждению вот этой паники. Какой-то вирусный астап-бендер появится обязательно. Да-да-да, да. Поэтому вот такой вот, на мой взгляд, из Голландии. Ну и теперь музыканты группы Линда. Да, Леонид Максимов, бас-гитарист Линды, написал. Очень забавно. Слушайте, ну да, потому что это уже... мы переходим к искусству, да, то есть это творчество, искусство. А здесь, понятное дело, что это сложно. Сейчас, мне кажется, одна из таких пострадавших областей... Это Леонид сфера, да, да, сфера музыки, сфера развлечений. Да, Леонька написал, что музыкальной индустрии после пандемии будет... Ну, давайте цитировать прямо. Давай. Будет большая беспросветная черная жопа. Не знаю, почему Линя именно эти предлагательные выбрал, но я думаю, что просто очень он переживает за все это. И вот он рассказал интересный момент, что он разговаривал с директором клуба Red, и он сказал, что у них было большое совещание вообще с организаторами музыкальной индустрии в России. И они все пришли к выводу, что для того, чтобы вернуться на тот уровень, который был прошлой осенью 2019 года, музыкальной индустрии потребуется как минимум полтора года, чтобы вернуть те же самые цифры на концерты. Понятно, чтобы была возможность организовать большие концерты, чтобы люди посещали клубы на эти мероприятия, да. И поэтому, соответственно, Линя говорит о том, что в ближайший год все музыканты не из топ-групп таких будут, условно говоря, бомжевать и заниматься какими-то побочными действиями. Ну, музыкальные уроки, может быть, какие-то коллаборации. Да-да-да, то есть все будут уходить в онлайн, делать какие-то стримы, донатики, но все равно это такое мелко, да. Да-да, понимаю. Это не то же самое, что было. Вот Линя опять же говорит о том, что, наверное, топовые команды, типа, ну, условно, он перечислил, Leps, B2, вот такого уровня, у них осенью наверняка будут тихонечко проходить корпораты для богатых людей, вот, не публичненько, потому что это где-нибудь там будет в большом зале сидеть 40 человек на расстоянии трех метров друг от друга, и вот, соответственно, слушать... У каждого свой банкетный стол будет, представляешь? Типа того. Вот, да, а те, кто музыканты такого второго-третьего эшелона групп, да, которые менее популярны, они вот, правда, будут или... В большом таком кризисе, да. Да, в кризисе, или перебиваться, или вообще, может, некоторые уйдут на время в какой-то другой бизнес, потому что, несмотря на то, что обещают, что концерты начнутся осенью, все равно они будут в меньшем количестве, с меньшим количеством людей, там будет куча средств, которые, кажется, так будут регулировать посещаемость и так далее. Вот, такой вот у нас из мира искусства крик души. Так, ну и теперь давай за образование, да, раз уж мы немножко такие сферы разные затронули. Профессор МПГУ Владимир Плешаков поделился вот таким вот своим мнением, да, по этому поводу. Да. Владимир Андреевич, он автор теории киперсоциализации, то есть социализации личности в интернет-пространстве. И вот он говорит о том, что, конечно, с точки зрения вот как раз этой сферы, благодаря пандемии получилась куча нового опыта и новых практик, что действительно педагогам пришлось многим просто сделать большой рывок в освоении всего этого. Ну да, даже переход вот этот на онлайн-обучение, да, в школу. Да, и сейчас как раз говорят о том, что, безусловно, когда пандемия, скажем так, схлынет, то все равно все вернутся в очное обучение, но останутся большие, ну, все классные практики, которые в онлайне проявились, они останутся и учеба станет другой. Да, понятно, что было лучшим, да, то, соответственно, подчерпнется на будущее. Да, да. Ну, и вот, да, он пишет, что, на самом деле, конечно, время покажет, но, наверное, найдутся те люди, на которых никак не повлияет такие стойкие ловенные солдатики, это все дело, но на большинство все-таки существенно будет происходить какие-то, ну, чувствуются последствия всего этого, и, ну, такая депривация, когда Владимир Андреевич использует научный такой термин, то есть это некоторые, господи, я не могу объяснить своими словами, ты можешь? Гош, доверяю, это тебе вопрос, давай, момент истинный, Гош, давай, ты сможешь. Я не хочу научить. Я буду как Шайл Абаб, just do it. Короче, давайте расскажи историю своей жизни, чтобы объяснить. Я когда-то ходил, мне подарили на день рождения... Депривация — это, если что, не категория порно. Давай мы так обозначим. Возможно, Саша, есть такая. Вот, ну, короче, комната сенсорной депривацией, то есть я лежал в темной комнате без звуков в воде, которая соленая, которую я как бы парил. Ну, глубокая изоляция, да, вот-вот, изоляция, хорошее слово, да. То есть привычные условия жизнедеятельности, они как-то ушли, и вот сейчас мы, может быть, научимся заново ценить их после пандемии, вот. А может быть, Владимир Андреевич говорит, может быть, мы и прогуляем этот урок. Время покажет. Вот, очень так, поэтично. Мне кажется, это передача по телевизору. Да. Класс. Ну, и психотерапевта Таня Сидорова, которая тоже поделилась, вот мы мнение транслируем. Очень интересная, кстати, у неё такой большой абзац цитат. Да, мне понравилось, что Татьяна сказала, в общем, да, она, знаешь, мне кажется, это такой баланс реализма и надежды, вот, я, во всяком случае, в этом так увидел. Она пишет, что будет достаточно совершенно всё предсказуемо, то есть какого-то нового опыта прям, я так понимаю, не случится. Она говорит, все, конечно же, там обеднеют, вот, это будет чувствоваться в зависимости от предыдущего уровня жизни. Ну, те, кто зависел от работодателей, они могут, наверное, больше и финансово, и психологически пострадают. Кто-то безнадёжно выйдет в тираж, а кто-то поднимется на обслуживание актуальных нужд. Я вот, наверное, про то, что Женя говорила, да, в предыдущем, то, что те, кто поймёт, что вот сейчас именно нужно людям, на этом хорошо взлетит. Вот, ну, понятно, что Европа станет менее доступной, люди могут, правда, многие обозлиться и так далее, но вот интересно... Градус волнения ты имеешь в виду? А? Градус волнения поднимется? Ну, вот, не знаю, что-то не имею в виду, но я думаю, что, ну, в этом смысле, знаешь, некоторая агрессия возрастёт. Народное недовольство, да, вот так вот. Ну, агрессия, агрессия, потому что это правда. На кого-то надо всё это скинуть, вот что я думаю, потому что, когда я долго не... и когда я не понимаю объект своей агрессии, я же не могу злиться на пандемию. Да, 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 это правда. Меня это реально злит. Меня реально злит ситуация. Ну, у меня нет объекта, что и на вирусы буду злиться. Как я с ними разберусь? Ну, на кого-то мне нужно будет, соответственно. Вот, ещё, мне кажется, интересно, Таня пишет, что... Эта фраза прям так задела и заставила задуматься про себя, что кто умел дружить и любить, тот чуть больше собьётся в кучки, а кто не умел, тот ещё дальше отойдёт от людей. И вот она пишет, что для меня слово «мир не будет прежним» звучит как пустое нытьё. Здесь тоже, как и везде, и всегда кто-нибудь будет ныть, а кто-то пойдёт к психотерапевту, отгорюет свои утраты и продолжит жить в том, что есть, раз уж он решил не умереть торжественно на воображаемых обломках. Ох, какая хорошая реклама своих услуг, да? Ну, да, да. Ну, слушайте, а что, мне кажется... Ну, не, на самом деле, да. У меня клиентов не прибавилось, я шутятка скажу. То есть у меня вот были люди, которые ходили ко мне до пандемии, вот, в принципе, те же и ходят. Гоша, я думаю, что, мне кажется, когда снимут вот эти все ограничения, да, всё пройдёт, люди пойдут реально просто пить, друг с другом общаться, целоваться, обниматься. И это будет хорошей психотерапией, да? Да, и плюс многие пойдут, да, к психотерапевту восстанавливаться, восстанавливается психическое здоровье. Знаешь, это будет как в песне у Ирны Аллегровой. «Гуляй, шаляная императрица, в объятиях юных кавалеров ты забываешь обо всём». Да. Ну, вот, на самом деле, среди моих знакомых кто-то, кстати, пошёл. Вот именно во время пандемии, уже на втором месяце пандемии народ пошёл. Ну, это сложно, конечно, конечно, сложно. Я даже по себе сужу, что это прям, ну, сложно. Хоть у меня, ну, удалённая работа, я... Ну, у меня бывают такие ситуации, да, когда ты... Я всё равно езжу там, я езжу с товарищем в его офис, потому что сменить обстановку из домашней в рабочую хочется, потому что иногда прям дома совершенно невозможно работать, вот. И поэтому, ну, как бы всё в рамках безопасности, но, как бы, да, ну... Мне, конечно, может быть попроще, чем кому-то, да, но всё равно. Я понимаю людей, которые... Ну, я про то, что я понимаю людей, которые идут к психотерапевту, вот. Да. Ну, я, кстати, понимаю людей, которые забухивают. Тоже очень понятно почему, вот. То есть каждый справляется... Я среди них. У-ху-ху! Прямо сейчас! Нет, ну, понятно, что... Слушай, каждый справляется со своим напряжением так, как привык. Конечно, да, да, да. И в этом смысле, конечно, мне кажется, вот, на мой взгляд, чем более гибкие люди в адаптации, вот те, кто, скажешь так, ну, люди привыкли снимать стресс каким-то образом, а в этот... в эти два месяца они уже нифига не помогают. И те, кто сможет вот найти более продуктивные, эффективные для себя способы... Негубительные, да, да. Да, вот. Те как раз, мне кажется, более... Ну, то есть они, скажем так, подкопят ресурсов и выйдут не истощёнными, а всё-таки более-менее сбалансированными. Хотя, конечно, ну, это, я думаю, что такая история, как, знаешь, когда я сломал руку, я помню, у меня была после гипса, она, знаешь, такая тоненькая. Мне кажется, что мы все выйдем немножко, ну, тоненькие после этого. Не в смысле весовой категории, тут, может, наоборот. Вот, а в смысле вот какой-то своей готовности. Да, да, да. Вот я думаю, что я по общению с своими коллегами, там, командой, понимаю, что к некоторым членам своей команды хочется деться бережнее, потому что я понимаю, что... Им сложно, да. Им сложно, и мне сложно тоже, я поэтому их понимаю. Да. И поэтому вот здесь, знаешь, такая про... Солидарность немножко такая, да? Солидарность, про чувствительность, про более, ну, нежность, что ли, хочется быть с теми, кто рядом. Класс, класс. Ребята, 23 выпуск. Напоминаем, что вы можете слушать нас на Google подкастах, iTunes подкастах, YouTube, Яндекс.Музыка, ВК подкасты и SoundCloud. На всех этих платформах мы есть. ВКонтакте у нас есть группа подкастов, где вы можете задавать ваши вопросы в сообщения, и мы создадим, как мы уже говорили, обсуждения для, соответственно, ваших комментариев по нашим выпускам. Ну и, конечно же, не забывайте ставить ваши отзывы, лайки, делиться в стори с нашим подкастом, отрывками. Мы всегда этому очень рады, всегда говорим спасибо, благодарим вас, потому что это нам помогает в развитии, собственно, нашего подкаста. Вот, это был 23 выпуск. Все полезные ссылки, как всегда, в описании к выпуску. Всем счастья. И здоровья. Пока. Это лучшее завершение, Саша, просто. Пока, ребята, пока. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.